Итак, значит, наша тема «Дни счета умер». Чего мы хотим добиться в процессе этого разговора? Понять название, которое вообще-то довольно странное. И почему оно странное, я надеюсь, что это мы успеем понять. Ну, и постараться как-то вникнуть в суть этого периода. Период длинный – это семь недель от праздника Песок до праздника Шивот. Семь недель – это большой период, это почти седьмая часть года. И каждый день мы что-то делаем, исполняем какую-то обязанность считать дни. Почему эти дни называются «Днями счета умера»? Это далеко не сразу понятно. Значит, есть очень важное правило. Если мы хотим понять природу какого-то отрезка или точки времени, надо прежде всего постараться увидеть, не сказано ли об этом времени что-то в Торе. Или в Танахе вообще. Потому что если в Торе это отмечено, то наверняка это открывает какую-то важную сторону природы, характера этого времени. И поэтому я, с вашего позволения, начну показывать небольшие отрывки истории, которые, конечно, нам хорошо знакомы, но все же лучше их увидеть, чем просто о них говорить. Виден мой экран? Значит, вот книга «Шмот», после того, как уже описан выход евреев из Египта, после всех потрясающих чудес, египетских казней, вышли гордо, не скрываясь. И вот говорит нам это начало следующего после исхода раздела книги «Шмот», раздел «Бешалах». И было, когда фараонов пустил народ, Бог не повел их путем через землю филистимлянскую, ибо близок он. Спросим себя, это не совсем посторонний вопрос, что за логика такая, не повел путем через филистимлянскую землю, потому что этот путь близок. Представьте себе, вы нанимаете экскурсовода, который говорит, я вас вот этим путем не поведу, это ерунда, это слишком близкий путь, я вас поведу хорошо, окольным путем. Как нормальные герои ходят. Ну, правда, Тор объясняет, потому что Бог сказал, они увидят, что война разыгрывается, или разыгрывалась, испугаются и повернут в Египет. Поэтому длинный путь им нужен для того, чтобы не было так легко запомнить дорогу обратно. Вроде мальчик из пальчика, у которого птички склевали крошки. Но есть гораздо более тонкое объяснение этих слов. Не повел их путем через землю филистимлянскую, потому что близок он. Кто близок? Народ. То есть Бог не повел народ близким путем, потому что задача заключается не в том, чтобы доставить клиента из пункта А в пункт Б. Это он мог сделать очень легко, просто перенеся их на ковре самолете без всяких проблем. Вот тут мы касаемся самой сути всего, что происходит в нашей истории, в человеческой истории вообще. В чем заключается задача? Не в том, чтобы некий образец получить в готовом виде. А задача поставлена в самом начале Торы, когда Бог на шестой день творения сказал, сделаем человека. То есть суть в том, чтобы воспитать воспитанника, а не обслужить клиента быстро и качественно. И поэтому, поскольку народ близок, то вести его коротким путем не самое лучшее дело. Они не успеют перевоспитаться. Они вчерашние рабы. И поэтому Бог отклонил, вот это вот очень интересное слово, и отклонил Бог народ и повел через море какое-то, Ямсуф. Вот то, что Бог отклонил, используется в Медраше очень неожиданным путем. А именно, когда мы празднуем пасхальный седр, выход из рабства на свободу, мы в какие-то ключевые моменты этого седра обязаны пить четыре бокала, есть мацу и так далее, обязаны это делать, отклонившись на левый бок. По крайней мере, мужчины. Женщины обязаны или нет, это спор, но вопрос, откуда вытекает эта обязанность отклоняться? Ну, когда-то так еле возлежа, и поэтому, чтобы продемонстрировать, что мы люди свободные, а не какие-то рабы, мы так возлежим. Но Медраж приводит нам источник из самого текста Торы. Говорит, вот Бог, когда вывел нас из Египта, Он не повел нас напрямую, а отклонил нас. Вот поскольку Он нас отклонил, то вы, друзья мои, празднуя этот праздник свободы, тоже отклоняйтесь. Вот теперь, это очень интересно и понятно, связь. Шел дождь и два студента. Бог отклонил нас к морю, и вы тоже отклоняетесь на левый бок. Какая связь? Связь очень понятна. Он нас отклонил, потому что мы должны перевоспитать себя и сжить из себя рабство и стать свободными не только по бумаге, что мы освобождены, а чтобы мы стали свободными внутри себя. И для этого нужно что-то делать, нужно отклоняться. Отклоняться к морю, отклоняться на левый бок. И так, содержание, по крайней мере, вот этого периода, вот мы вышли из Египта, Бог принудил фараона согласиться с тем, что евреи покидают Египет. И теперь, как говорится, нелегкая была задача вывести евреев из Египта, теперь надо вывести Египет из евреев. Мы гордо вышли, не опуская головы, или, как говорится в Торе, буквально евреи выходят с поднятой рукой. Это любопытный оборот, но не сейчас это обсуждать. И вот они, значит, они получили разрешение от фараона выйти на три дня пути. Они три дня удалялись. После этого сказал Бог Машетак, скажи сынам Исраэлевым, чтобы возвратились и расположились с Таном перед Пиахерот. И тогда, говорит, скажет фараон о сынах Израэлевых, они запутались в земле этой, заперла их пустыня, а я укреплю сердце фараона, он погонится за ними, и я прославлюсь через фараона и через его войско. Вот. Значит, оказывается, задача вообще вовсе не в том, чтобы заставить фараона отпустить Ивреев, потому что эта задача для всесильного Творца чрезвычайно легкая. Он может кого угодно заставить сделать все, что угодно. Поэтому дело, конечно, не в этом, а дело в том, что нам открыл глубокую тайну, открыл пророк Ишая, он передает слова Творца, что все, что я создал, я создал ради моей славы. И слава заключается не в том, что о нем напишут в вечерней газете. А слава его заключается в том, что он подарит сотворенным настоящий вкус абсолютного единства. Это вещь, которую мы не можем себе представить никаким образом. Мы никогда не видели, не пробовали на вкус, что такое полное единство, совершенная цельность. И ради этой задачи Бог сотворил мир. И вот первая попытка была давно, когда он поместил первого человека в Эденский сад. Но у первого человека не получилось и не могло получиться. И поэтому идет вторая попытка. Новый кандидат на исполнение должности человека, рождающийся еврейский народ, выходит из Египта. И в этом смысле Египет исполняет роль, которую в первом явлении исполнял Эденский сад. Это, в скобках говоря, поразительная совершенно параллель. Тяжелейшее рабство оказывается по своей функции аналогично, параллельно райскому саду. Просто начинать с райских условий не получается. Надо начинать с тяжелых условий, чтобы в исторической, генетической памяти народа было то, что мы родились, выйдя из тяжелого рабства. И поэтому Тора неоднократно будет нам напоминать, потому что рабом ты был в Египте. Это очень важно. Важно не то, что мы свободны. Важно не то, чтобы говорить мантру «Мы не рабы, рабы не мы». Это сказки. Это сказки, потому что не быть рабом невозможно. Как замечательно говорит герой у Евгения Шварца, единственный способ избавиться от дракона это завести своего собственного. Поэтому вопрос не в том, раб ты или не раб, а вопрос, чей ты раб. Если ты служишь настоящему царю, то это путь к свободе, а иначе это путь дурить голову себе и людям. Хорошо. Значит, вот евреи вышли, они гордо, не скрываясь, идут. На седьмой день фараон несется со своими колесницами и о ужас! Теперь все эти гордые позы с поднятой рукой, с непокрытой головой сменяются совершенно другим. Израиль с ужасом видит, что Египет несется навстречу. Это же мой господин. Я не могу, у меня поджилки начинают трястись. И евреи сказали Моше, что в Египте были проблемы с нехваткой могил, что ты нас сюда привел умирать. Умер, у нас умирает последний юмор, это правда. Но Моше успокаивает народ и говорит, стойте, от вас ничего не требуется, стойте и смотрите, как Всевышний будет вас спасать. Прекрасно. Итак, вот это вот первый период, когда мы выходим, выходим из Египта, начинается движение необычайно важное. Вот мы видим, что все описание в очень емкой главе в разделе Беншалах, оно умещается как раз вот в эти недели, в эти недели, когда мы считаем умер и все еще пока не понимаем, что это значит и для чего. Мы проходим через очень крутые испытания, три дня идем, нет воды, вода горькая и так далее, и так далее. И вот после этих испытаний начальных фраза необычайно важная для нашего обсуждения. Вот книга Шмот 15 глава 26 стих и сказал, Бог говорит, если ты будешь слушаться, ты это теперь не Маши, а весь народ еврейский, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и угодное предачами его будешь делать и внимать будешь заповедям, соблюдать все законы его, то никакой болезни египетской я не наведу на тебя, ибо я Господь целитель твой. Это очень интересная логика. Я не наведу на тебя никакой египетской болезни, потому что я твой целитель. Раша говорит, а если наведу, то это только кажется, потому что я тут же тебя излечу. Теперь я хочу напомнить вам в нашей основной молитве, которую мы называем Шмоне Исре или Амеда, есть такая браха. Излечи нас, Господи, и мы излечимся, спаси нас, и мы спасемся, ибо ты воспевание наше. Какая логика? Какая логика в том, что мы говорим ты нас излечи, потому что ты наше воспевание. Смотрите, мудрецы и пророки оставили нам этот текст молитвы. Лучше всего, конечно, когда человек в молитве излагает то, что у него накипело на душе. Но все-таки мы, как правило, не дотягиваем немножко очень сильно до уровня пророков и мудрецов всех времен. И поэтому особенно дальше того, чтобы пожелать друг другу здоровья, счастья, успехов в личной и общественной жизни, мы особенно дальше не продвигаемся. А молитва должна быть изложением того, что мне действительно по-настоящему не хватает, с чем я не могу справиться самостоятельно. И поэтому я хотя бы читаю, как панамарь, вот тот текст, который мне оставили эти великие люди, для того, чтобы понять, чего просить. Я прошу, Господи, излечи нас. Почему? Потому что тот же пророк Ишая сказал, этот народ я создал себе, чтобы они провозгласили мою славу. Провозгласили славу и есть воспевание. Этого клиента надо держать в состоянии здоровья, для того, чтобы он был в силах воспевать то, что надо воспевать. Воспевать Творца, который хочет довести весь мир до состояния цельности, то есть единства. Вот это такая задача. И, между прочим, напомню вам, что мы сейчас находимся в разгар этого периода. Мы перевалили за его середину. И большая часть этого периода в семь недель приходится на месяц ияр. И этот месяц необычайно важен, потому что это месяц здоровья. Скорее всего, вот эти слова, которые говорится, говорится, я никакой болезни на вас не наведу, потому что я ваш целитель. Мы не знаем, сколько дней пробыли евреи в Маре, где была горькая вода, но думаю, что это уже сказано в месяц ияре. Я не нашел этой хронологии ни в одном классическом источнике, может быть, не все искал, но похоже, что все-таки уже начался месяц ияр, и нам мудрецы оставили очень важную традицию, что если в месяц ияр идет дождь, хотя это не время, это уже время жатвы, если идет дождь, не пропускайте его, открывайте рот под небом, пейте его, это излечение от всех недугов. это не шуточная традиция, на самом деле, это не просто суеверие. И теперь вернемся к нашему вопросу, что это за название дни счета Омера, что обозначает название и какова суть этого периода. Значит, вот в книге «Воикра», между прочим, в том разделе, который мы читаем в ближайший шаббат, там перечитаются все праздники года, и вот говорится, что когда начался праздник Песох, это мы уже отпраздновали, выход на свободу, и сказал Господь Мошетак, говори с сынами Израилевыми, скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите Омер из начатка в жатву вашей Коэну. Значит, и вознесет он, сделает как далее. Значит, что такое Омер? Значит, бывает, мы должны прежде всего понять смысл этого слова Омер. Это слово не вполне однозначно, потому что как бы в быту, как правило, более нам понятны смысл этого слова, что это сно. И это в свое время, там, по крайней мере, в предыдущем поколении, дало повод немалому количеству популярных лекций и текстов описывать нам, что якобы в храм приносили в первый день один сноп, во второй два снопа и так далее, и так далее. И, как говорится, вода низвергалась стремительным домкратом. Значит, это полная чушь. Никаких снопов, то есть, снопы в некотором смысле приносили только один раз, а именно в ночь, в ночь с первого на второй день праздника Песох сжали три корба, больших корба дечменных колосьев, их доставляли в храм, и там их обмолачивали, обжигали на открытом огне, мололи, просеивали на 13 ситах. Это было необычайно торжественное и важное процедуре и в результате приносили определенную меру отборной ячменной муки к жертвеннику. Из этой муки Коэн брал щепотку и сжигал на жертвеннике. Остальное съедали Коэны как угощение с высшего небесного стола. Таким образом, Омер это вот эта вот мера ячменной муки. Почему сказано принесете Омер вместо того, чтобы сказать принесите ячменной муки. А в устной традиции, как во многих случаях сказать, сколько ее нужно принести. Это вопрос культуры народа. Если в некотором народе говорят приходи с пол-литра и человек спрашивает чего, то он, наверное, не из этой компании. Значит, очевидно, очевидно, народ, которому дана эта заповедь, приносите Омер из начала жатвы, очевидно, знают, с какой культуры начинается жатва. А что такое Омер в данном контексте, это нам объяснено еще в книге Шимот. Говорится, когда начал выпадать Ман, он начал выпадать после того, как 15 числа месяца Яр закончились запасы теста, вынесенного из Египты, тогда на завтра или через несколько дней тут противоречивые есть Медраши, начал выпадать Ман. И про это говорится, сыны Израилевы ели Ман 40 лет до того, как вошли в землю обитаемую. Ман ели они пока не пришли к рубежу земли канадской, а Омер десятая часть Эйфы. Итак, мы поняли, что такое Омер. Это десятая часть Эйфы. Теперь все просто и понятно. А что такое Эйфа? Эйфа это 10 Омеров. Приехали. Эйфа это довольно большая мера. Это три СА. СА это не очень большое ведерко. Нам не очень легко переводить классические меры в метрические, но Омер это по крайней мере больше двух килограммов и меньше чем четыре по разному оценку. Короче говоря, Омер это определенная мера сыпучих тел. Муки, крупы. в пустыне в пустыне каждый день каждый получал по такой мере мана небесного хлеба. И мудрецы говорят, что вот это нам наука на всю жизнь, вот норма человеку съедать такое количество пищи в день. Кто съедает больше, тот немножко обжора, а кто съедает меньше, тот недоедает. В чем логика? В чем педагогика того, что Всевышний велел нам на второй день праздника Песах принести такую меру ячменной муки? Почему ячменной это понятно? Потому что наши предки были земледельцы, и хорошо знают, что по крайней мере в наших местах первой зерновой культурой, которая созревает, является ячмень. Почему не в первый день? Ну, потому что первый день, первый день праздника Песах имеет свое очень важное содержание. Это праздник, когда нас Всевышний вывел из рабства на свободу. И не надо тут же бежать и торопиться. Во-первых, мы не можем никуда торопиться, мы видели, что заповедь принести эту меру ячменной муки, говорится, когда придете в землю, которую я даю вам. То есть, даже если бы они в пустыне могли добыть, купить или вырастить эту меру ячменя, это не работает. Заповедь только, когда вы придете в землю. Это необычайно важный момент. Почему? Тут я должен напомнить, возможно, мы касались этой нотки в прошлый разговор, когда обсуждали сам праздник Песах, но это важно и для нашего сегодняшнего обсуждения. Дело в том, что тема пасхального седера, тема начала праздника Песах, это выражение нашей благодарности Творцу за то, что он нас вывел из рабства на свободу. И настоящая благодарность является, во-первых, единственным извинением того, что мы можем долго рассказывать о его великих деяниях. Потому что иначе, как говорит наш великий мудрец Махараль Рабелева из Праги, он говорит, а как это говорят мудрецы, что все обязаны рассказывать о бесходе из Египта, и вот кто дольше рассказывает об этом, тот прослаблен. Как же он прослаблен, если нам Талмуд описывает, как представитель общины Шалех Цибур начинает долго перечислять эпитеты великий, могучий, добрый, и так далее, и так далее, и его учитель говорит, ну, ты уже перечислил все великие эпитеты Творца. Значит, поскольку перечислить все невозможно, то тот, кто прибавляет, тот убавляет. Те три, которые мы называем молитвы, Агадоль, Агибор, Банра, великий, могучий и страшный, мы имеем право произнести только потому, что Моше записал это в Торе и тем самым дал нам пример, что это можно и нужно называть. А добавлять к этому мне никто не дал права. Почему же я имею право в ночь исхода воспевать и кто дольше хвалит дела Творца, тот прославлен. Ответ потому, что в эту ночь Пасхального Седера я не излагаю диссертацию о великих свойствах Творца, а я в захлеб рассказываю о том, какое великое дело он сделал мне, бедному. Рамбом приводит слова наших мудрецов талмудических о том, почему нехорошо добавлять от себя похвалы Творцу. Потому, что это похоже на то, что у царя, у которого есть миллионы золотых, хвалят за то, что у него есть тысячи серебряных. Это оскорбительно. А замечательный мудрец прошлого поколения Равицхад Гутнер говорит надо сказать, что это верно только если я занимаюсь похвалами того, чем царь пользуется в своем обиходе. Но если царь выставил что-то для того, чтобы народ видел, как царь хочет, чтобы все любовались его царскими драгоценностями, то у меня простого гражданина есть право их хвалить, потому что это выставлено не для того, чтобы я экспертно их оценил, а для того, чтобы я показал, какие чувства это вызвало во мне. Всевышний проделал чудеса в Египте для того, чтобы показать свою славу краешком. И поэтому в этот вечер, в эту ночь, когда я благодарю за выход из Египта, я имею право говорить о его превосходствах, не о внутренних, а о тех, которые он мне показал специально, чтобы вести меня понемножку к тому, чтобы оценить намеком вкус божественного совершенства. Итак, главная тема первого дня праздника Песох это безграничная благодарность, если бы он нас не вывел, то мы бы там и остались. И настоящая благодарность это чувство, что я в неоплатном долгу. И поэтому мудрецы установили четыре бокала, на которые нанизан весь пасхальный седр, четыре, а не пять. Хотя эти четыре бокала установлены в честь четырех обещаний спасения избавлю, освобожу, выведу, возьму. А есть пятое обещание и введу в освобещенную землю, это самая вершина, мы в честь этого пятого обещания не пьем бокала в пасхальный седр. Почему? Потому что это было бы смешением совершенно разных тем. Вход в землю это дело будущего. Раньше, чем я войду туда, там есть условия и будешь знать, что я, Господь, вывел тебя. Это надо переварить, это надо осознать. Без этого мое положение в мире очень шатко. я должен чувствовать себя как человек, которому сделано великое благодеяние и мне нечем отплатить. У меня нет даже той меры ячменной муки, которую я мог бы принести в благодарность. Нету ее. Первый день это не тема. Во второй день я уже ее вспоминаю, но реально это будет только когда мы войдем через 40 лет за этим всем. Что хочет сказать Тора? Что хочет сказать Творец тем, что говорит принесите мне в начале жатвы эту меру? Это очень-очень простая педагогика, когда Бог говорит на протяжении 40 лет я каждый день каждому из вас давал такую порцию отборнейшего небесного хлеба, пищи ангелов. Теперь, когда вы вошли в свою землю, вы пашете, вы сеете, вы жнете и, получив хлеб, вы говорите благословен ты Господь, извлекающий хлеб из земли. А кто извлекал этот хлеб из земли? Не я ли своими руками? Это мое трудолюбие все дало? Нет, дорогой, не все. Твое трудолюбие это важный элемент, но и трудолюбие и дождь, который необходим земле, все это небесное управление. И поэтому ты должен быть благодарен дворцу дважды. Во-первых, за то, что он тебе дает силы что-то делать, во-вторых, за то, что он сам добавляет что-то, чего ты сделать не можешь. И поэтому, хотя я трудился, я это производил, я все-таки говорю благословение на хлеб, что он извлекает хлеб из земли. И поэтому, когда мы приступаем к жатве, когда наконец-то выросло то, что мы сеяли, обрабатывали и следили, теперь, раньше, чем мы начнем употреблять это, мы должны показать, что мы не стали неблагодарными, что мы помним, кто нам дает этот урожай. И поэтому мы первым делом до начала жатвы для себя символически от всего народа такую же порцию, такой же омер, как получал каждый, каждый день на протяжении сорока лет в пустыне, такой же омер простой скотской пищи, потому что в те времена люди еще не научились есть ячмень, а кормили лошадей и ослов ячменем. Но, первое, но отборное, на 13 ситах отсеивали и приносили не самую мелкую не муку, а вот чуть крупнее, как манная крупа. Вот эта отборная порция была символом от всего народа, что мы не стали неблагодарными. Это необычайно важный запев, основной мотив всего человеческого самоощущения, потому что человек благодарный это первое условие того, что этот человек не раб, потому что раб никогда не может быть благодарен. Раб, получив что-то, говорит, ага, давай еще. Это рабская психология. Но, все-таки, это начало, но этого недостаточно, чтобы быть свободным человеком. этого недостаточно для полноты человеческого здоровья. Период вот эти семь недель ведет от Песоха к Шивуот. В Песох мы приносим от всего народа вот эту вот меру первую отборную скотской пищи, которая соответствует нашему положению. Мы вчерашние рабы, нас вывели из рабства на свободу, но эту свободу нужно еще долго дорабатывать, обрабатывать, очищать, для того, чтобы к концу этих семи недель предстать перед горой Синань и заключить союз со Всевышним. И это очень важно. Это очень важно понимать, что вот эти семь недель посвящены подготовке к тому, чтобы предстать перед горой Синань, потому что человеку недостаточно чисто физического здоровья, а необходимо еще духовное здоровье. Духовное здоровье реально получить без того, чтобы заключить навечно союз с Творцом и получить Тору как необходимое пособие. Коротко говоря, мы можем сказать, что эти семь недель это период, период, когда мы куем свое здоровье и движемся от рабской раздробленности к цельности свободного человека. То есть Израиль как народ должен стать единой личностью. Мы видели смысл слова омер, что это некоторая мера, десятая часть эйф. Но теперь я обращаю ваше внимание на то, что десятая часть эйфа в храмовой службе встречается много-много раз. То есть когда речь идет о мучных приношениях разного вида, то количество приносимого теста, хлеба, муки измеряется в десятых частях эйфа. И Тора, которая вообще говоря, избегает лишних слов, никогда не устоит повторить столько-то десятых, одна десятая часть эйфа, две десятых, три десятых, ни разу не назвав десятую часть эйфа одним простым словом омер. Слово омер употребляется только дважды. Один раз, когда начал выпадать ман, и другой раз, когда нам дана заповедь приносить омер. Почему? Почему так? Для того, чтобы подчеркнуть вот это соответствие. Потому что слово омер совершенно не случайно, и мы должны немножечко проделать работу языкознания, для того, чтобы понять, что обозначает этот корень омер. Айн, мемреш, леомер, это и вязать снопы, и сваливать в кучу какие-то мелкие детали. Я не могу вспомнить, читал ли я у какого-то специалиста, или это вряд ли мне могло прийти в голову такое важное наблюдение. Перестановка букв айн, мемреш, другая перестановка, айн, реш, мем, арым. Арыма это куча. В иврите, как и в других семитских языках, есть такое явление, что частенько есть синонимы, в которых просто переставлены буквы. Например, семла платье, то же самое, что салма, кивса отца, то же самое, что кизба, и так далее. То есть множество есть слов, где переставление двух букв чуть-чуть меняет оттенок слов. В этом смысле омер является синонимом слова арыма, как куча. И основной смысл этого слова заключается в том, что это соединение воедино множество мелких раздробленных частиц. это либо отдельные колосья, которые связаны в сну, либо это отдельные зернышки, которые соединены в одну банку, в одну емкость. И таким образом слово омер имеет абсолютно символическое центральное значение для этого периода тем, что мы должны начиная с того, что каждый из нас был задавлен рабством. И мы вышли из рабства объединенные только тем, что Раф Соловейчик назвал заветом судьбы. То есть когда человек спаивает общее страдание, то это безусловно людей как-то располагает друг по отношению к другу. Наш текущий период, когда мы все разбросаны по своим клеточкам и усиленно тянемся к общению по интернету, это потрясающее, очень символичное состояние нашего народа в период счета умера, для того, чтобы Гавдель, как говорил, может, пролетариата, для того, чтобы объединиться, надо прежде решительным образом размежеваться. от того, что мы были задавлены рабством, каждый переживал его внутри себя, внутри своей семьи. По отдельности это нас объединяло, но это объединение еще чисто бытовое, это слабое. Мы должны прийти к Синаю и тогда быть объединены тем, что Раф Соловейчик же называет заветом предназначения. Совсем другое. Нас не прошлое страдание объединяет, а то, что мы движемся к тому, что мы предназначены быть единым живым целым. вся штука в том, что заключить союз с Богом может только народ Израиля как одно целое. Я не могу самый гениальный человек прийти к горе Синаи и сказать, я пришел, давай мне Тору. Как говорит замечательный Раф нашего еврейского квартала в Старом городе, это все равно, что Раф Авигдор ну, хорошо, склероз забыл его фамилию, это позор, значит, он говорит, все равно, что мальчик пришел из школы, говорит, все пели, но я кончил раньше всех. Значит, эта похвала не всегда хороша. Самый замечательный, самый праведный и одаренный человек совершенно не является фигурой в заключении союза с Творцом. То есть, фигура является... Это было красиво, мы еще двери. Я не слышу. Я вас слышу. Но еще, что было красиво, мы взяли свою светодиодную ленту. Он сидит, обмотался и сломал ее, понимаешь, а эта светодиодная лента висела у нас над кроватью. Я сейчас почти не упочнил, но она уже не особо работает, только один свет. Друзья, я что-то не слышу, ни одного слова не могу разобрать. Я могу продолжать? Да. Да. Да, так вот, что я хочу сказать, что задача этого периода в 7 недель заключается в том, чтобы оздоровить вот этот единственный организм, который собирается заключить договор со Всевышним. Этот организм, это еврейский народ как личность, как одно целое, и мы должны воспользоваться возможностями этого периода и, с другой стороны, требованиями, то, что этот период носит полутраурный характер, что в этот период нельзя стричься, нельзя устраивать свадьб. Это не природа этого периода, наоборот, это требовательность у каждого периода времени свой характер. И этот период предназначен для того, чтобы его потенциал реализовывать, этот потенциал быть здоровым, быть едиными. и если кто-то упускает этот потенциал, то это обходится дорого. Как нам говорит, говорит история, я не знаю, это исторический факт, не исторический, но это же не важно. Любая притча, которую нам рассказывают мудрецы, предназначена не служить документом, как медицинской справкой. Иногда это бывают исторические факты, но главное научить нас главной морали, что в этот период погибло 12 тысяч пар учеников раби Акивы, цвет мудрецов, как могло такое случиться? От того, что они не уважали друг друга, ну подумаешь, бывают хуже дела, бывают, но не в этот период, но не в этот период, потому что этот период, это период, когда мы должны выковывать цельность, здоровье. А если я понимаю, что, ты знаешь, как я тебя уважаю, дорогой Остап Ибрагович, но, по сути дела, по сравнению с моими занятиями, ты жалкая и ничтожная личность. Значит, в таком варианте этот народ выглядит недостаточно симпатично для того, чтобы прийти и заключить союз с Богом. Не зря наши мудрецы дают нам очень важную рекомендацию, прежде чем ты приступаешь к утренней молитве, произнести, вот я принимаю на себя одазонность исполнить заповедь любви ближнего, как самого себя. Причем здесь ближний? Ты же собираешься с Богом поговорить. На это есть, я не помню, от кого я слышал, простая параллель. Когда человек говорит, ты знаешь, как я тебя уважаю. Правда, твоих детей не про нас будет сказано, я терпеть не могу, но тебя я очень уважаю. Значит, после этого человек будет на меня смотреть, конечно, не совсем открытой душой. Если я Богу говорю, вот послушай мои умные речи, послушай мои важные просьбы, правда, всех моих окружающих я терпеть не могу. Так и твоя молитва тоже мне малоинтересна. то есть то, что я заявляю о своей готовности любить ближнего как самого себя, делает меня достойным того, что Бог послушал. Может быть, то, что мне нужно и стоит мне дать, если я готов реализовать это для того, чтобы быть единым с тем народом, от которого ожидается роль ответственного в исполнении задачи сделаем человек. Итак, мы возвращаемся к вопросу, с которого начали. Почему эти семь недель называются днями счета умера? Это очень странное название. Что такое счет умера? Мы видели, что этот умер приносили один раз. И что же тут считать? Ну, говорится, сегодня столько-то дней от омера или в омере. Ну, хорошо. Допустим, это можно еще как-то понять. Вот принесли омер и прошло столько-то дней. Ну, что с того, что прошло столько-то дней? Может быть, может быть, что этому можно придать очень интересный смысл. И, в общем, поскольку я и мое поколение выросли больше на почве русской литературы, русскоязычной литературы, чем нашей классической. Я напомню вам, около ста лет назад был такой писатель, интересный писатель Виктор Шкловский, который написал рассказ, ставший, в общем-то, необычайно знаковым рассказ «Гамбургский счет». Кто не помнит этого рассказа, я напомню, он говорит, что тогда, сто лет назад, очень популярным видом спорта была борьба. Он говорит, что все выступления борцов это сплошное надувательство, они заранее договариваются, кто и на каком раунде победит. Это все работа на публику. Но раз в год в городе Гамбурге они собираются, встречаются за закрытыми дверьми и там выясняется, кто действительно сильнейший. И вот говорит, по гамбургскому счету Горький часто хворает, такой-то в оцайдерах, а чемпионом у них хлебником. И с тех пор вот это выражение стало абсолютно принятым в русском языке в обиходе по гамбургскому счету. Так вот, по омеровому счету считается не то, сколько ты написал страниц, сколько ты защитил диссертаций, а считается, сколько ты внес в то, чтобы народ был единым. Вот это счет омера. Можно сделать еще один шаг и сказать вот как. Что такое сфера, счет? Это не только счет, но это как драгоценный камень сапфир. Сфера это прочищение, просветление. И поэтому вопрос о том, что с каждым днем ты должен прочищать какие-то каналы своей души, своей личности. И поэтому ты принес омера, это замечательно. Ты как находившийся в более-менее скотском состоянии вышел и был наполнен простой, неразвитой благодарности. Но теперь ее надо развивать. Понимаете? Не достаточно все время мычать. Это похоже на то, что когда мы начинаем год в Роже Шана, заповедью является слушать звуки шофара. Это совершенно поразительное соответствие. Понимаете, человек сотворен, человек в первом варианте еще, Адам, он только появляется на свет, он еще не может артикулированно изложить свои позиции. Но он своим звуком трубным звуком через бараний рог дает сигнал «Я здесь! Учтите, что я уже присутствую!» Так и здесь мы начинаем с того, что мы приносим эту меру скотской пищи и говорим «Спасибо тебе! Лучше этого мы пока не можем, но если мы будем работать, то постепенно переходя со ступеньки на ступень, мы считаем дни, мы считаем недели, и вот посчитав семь раз по семь, мы приходим к тому, что наконец на 50-й день мы уже на другом уровне. Мы можем теперь принести два пшеничных хлеба, причем заметьте себе дрожжевых. Если в пасхальную неделю нам строжайшим образом запрещено бродившее тесто, то в шавуот мы обязаны принести в храм два дрожжевых хлеба. Почему? Потому что то, что хамед символизирует злое начало, это правда, это чистейшая правда, но человек, который решил, буду делать хорошо и не буду плохо, это прекрасно, но если он решил, я буду служить только добрым началом, а злого начала у меня нет и не будет, этот человек обманывает себя и других и идет по очень опасному пути, по той простой причине, что злое начало создано с самого начала. Творец создал зло как потенциальную возможность для того, чтобы оно было пружиной развития. Только преодолевая потенциальное зло, человек может развиваться. Как сказал наш царь Давид, оттолкнись от зла и делай хорошо. Поэтому, если я не распознаю в себе злого начала, то это значит, что я не начал работать над собой, а пора уже. Пора, это нужно сделать. Дело в том, что когда я говорю, что человек благодарен, давайте всмотримся в смысл этого слова. Что такое «модим анахмам». Мы признаем. Это двоякое слово, причем в любом известном мне языке, оно двойственно. Это значит быть признателен за что-то, и это значит признаваться в том, что у меня есть недостатки. Человек, который не признает, что у него есть недостатки, очень, очень недоработал над собой, потому что Бог не создает инвалидов, Бог не создает людей без недостатков. И я должен распознав недостаток, недостаток кто такой? Недостаток бывает двоякого рода, когда мне чего-то не хватает, как говорил один современный философ, обычно людям не хватает ума и денег, обычно ума не просят, а денег просят. Но мне чего-то может не хватать, а с другой стороны меня тянет делать нехорошие вещи. Я должен по возможности, до конца не смогу с этим справиться, по возможности распознать свои недостатки. Если кто-то мне помогает исправить изъян, восполнить недостающие, то я ему благодарен, как настоящий свободный человек. Раб не может быть благодарным, потому что ему ничего не принадлежит. А вот хозяин своего хозяйства, если ему помогли что-то исправить, он благодарен тому, кто помог. Поэтому человек прежде всего благодарный человек, а дальше он работает над просветлением для того, чтобы сделать свое восприятие и свои действия более развитыми, свою речь более артикулированной. и это работа этих семи недель, которая должна привести к тому, что так же, как я себя принимаю со всеми недостатками, я должен стараться принимать и окружающих. Я должен любить ближнего к самого себя не потому, что он абсолютно хорош, а потому, что мы одно тело, мы одно целое, потому что он и есть я. И как объясняют нам мудрецы, что такое ре-эха, твой ближний. ре-а мудрецы возводят к корню как что-то хрупкое, как что-то треснутое. То есть вначале как бы весь мир был единым сосудом, который не выдержал напряжение божественного цвета и лопнул. И теперь кто является осколком самым близким ко мне, того я должен любить сильнее всего и должен прилипиться к нему. И поэтому эта работа вся в разгаре. Желаю нам возможных успехов в ней и здоровья и добрых вестей. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова